В соседней с центральным рынком улицы после сильных дождей напоминают венецианские каналы. Только вместо гондол здесь плавают автомобили. К работе ливневых канализаций у курян накопилось немало вопросов. Они не работают. Абсолютно не работают. Каждое ливень, все одно и то же. Постоянно. Очень плохие ливневки. Никто не чистит их, никто не убирает. Ходим по коленку по воде. Мы живем на улице Дубровинского. И для того, чтобы перейти на другую сторону, на остановку, над по колено воды у нас бывает. Ливневки в ужасном состоянии. Особенно вот здесь, внизу, на Невского, на машине вообще невозможно проехать. Я думаю, что их нужно делать или вообще переустраивать здесь все, в этом районе. В городском комитете ЖКХ планируют реконструировать ливневки рядом с рынком в следующем году. Однако полностью решить проблему затопления здесь не обещают. Возьмите ведро воды, наберите 10 литров воды и вылите в раковину у себя на кухню. Она сразу, прям сразу туда уйдет. Она не уйдет, она расплескается у вас по кухне. Если вы резко вылите. А если будете постепенно идти, то она и уйдет без лишних затрат. И здесь то же самое. В зависимости от объема поступающей воды. Мы рассчитываем на одно, она может завтра увеличиться еще в два раза больше. Всего в Курске выявлено более 80 основных мест подтопления. Сейчас их уже обследует рабочая группа специалистов. На данный момент эта группа уже обследовала около 15 проблемных единиц. с обозначением на карте города, с приблизительным составлением сметного расчета. Сколько это требуется для их нормального функционирования. И собираем, сколько все-таки это будет стоить. Начать реконструкцию ливневок на Курских улицах планируют в сентябре. По словам специалистов, работа затратная. Сроков ее окончания пока не называют. Станислав Костиков, Максим Леонов, Геннадий Воробьев. События дня.